Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера мы поговорили о боях осенью-зимой 1941 года на подступах к 30-й бронебашенной батарее и сегодня обещанное продолжение. Ссылка на первый ролик в описании и в конце видео. Итак, в начале июня 1942 года Манштейн начинает третий штурм Севастополя. Направление главного удара тоже Северная бухта. Выход к ней позволял немцам оказаться в тылу наших войск, а также создать кризис в снабжении по морю. И вот 6 июня 1942 года орудия Карлу в ходе артподготовки производят обстрел советских позиций в районе 30-й бронебашенной из-за высоты навесным огнем. И один из снарядов калибром 600 мм пробивает одну башню, толщина брони которой составляла 210 мм. В свою очередь, орудия батареи могли вести огонь только на стильных, и поразить немецкие маркиры не имели возможности. Также на позиции батареи были сброшены тысячекилограммовые бомбы. И как под такими ударами бойцы смогли сохранить свою боеспособность, нам, живущим в мирное время, понять сложно. Ведь у батареи было предполье с частями 95-й стрелковой дивизии, укрепление которого было весьма просто. А после мощных ударов немцы перешли в наступление, вгрызаясь в советскую оборону. И к середине июня 1942 года 30-я бронебашенная батарея была уже полностью окружена противником, но продолжала вести огонь. Вскоре закончились снаряды. Также враг перерезал все кабеля, после чего пропала связь со штабом. Теперь шли ожесточенные бои за саму батарею, у которой в строю было всего два орудия, а ее взятие открывало немцам путь к заветной северной бухте. 17 июня 1942 года враг предпринял попытку штурма, причем в этот момент защитникам пришлось вести огонь учебными снарядами. Так, в ходе удачного выстрела одна из болванок попала в танк и у последнего снесло башню. Но враг все ближе и ближе подходил к позициям защитникам 30-й бронебашенной батареи, и когда солдаты врага находились в непосредственной близости от орудий, артиллеристы открыли огонь пороховыми зарядами, которые используются на таких калибрах вместо гильзы, чтобы не утяжелять и так тяжелый снаряд. В итоге вырывающиеся струи пламени из орудия отбросили противника в прямом смысле, послужив крупнокалиберными огнеметами. Тем не менее, это была уже агония. Отстоять батарею, да и сам город без должного запаса снарядов было невозможно, а доставить их в город было проблематично, а в нужном количестве просто нереально. В итоге немцы врываются на позиции батареи, а ее гарнизон вместе с частями 95-й стрелковой дивизии отступает в подземелья, в которых разгораются яростные бои. Фашисты применят против советских бойцов ядовитые газы и огнеметы. Используют немцы и продрывы, причем защитники батареи, которую немцы называли форт Максим Горький, устраивали контрподрывы. Так, видя активность немецких саперов, в этом месте устанавливался и подрывался заряд. И, конечно, работы прекращались. Также к 21 июня было уничтожено основное оборудование батареи. Предложение о сдаче гарнизон отвергал категорически и продолжал терпеть все невзгоды. Немецкие офицеры в буквальном смысле загоняли в подземелье своих солдат, где шел бой. Причем бронированные двери помещения красноармейцы открывали намеренно в шахматном порядке, чтобы избежать стрельбы с расстояния и заманить врага как можно глубже. Причем поднимающиеся на поверхность фашисты говорили, что сражаются даже погибшие. Это и неудивительно, так как под них защитники батареи подкладывали гранаты без щеки и под огнем в темноте и дыму немцы этого не замечали и подрывались. Фашисты даже отправили уговорить сдаться советского пленного. Ответом стала очередь автомата. Причем надо понимать, что помещения батареи были не столь велики и располагались в виде двух этажей. Вскоре находиться в подземельях стало невозможно. Позади были долгие дни обороны в тяжелейших условиях. От пожаров все заволокло дымом, не было воды и еды. И командир батареи Александр вместе с 19 защитниками прорывается сначала по паттерне, связывающая орудие с командным пунктом, а затем по водостоку наружу. Разделившись на четыре группы, по пять человек каждая, они попытались пробиться к партизанам. Но группу, в которой был майор, схватили, а один из местных жителей выдал Александра, который к этому моменту был уже в гражданской одежде. Немцы увозят его в Симферополь и после допросов приводят высший приговор в действие. Причем поначалу они хотели уговорить сотрудничать, имевшего немецкие корни Григория Александровича, но наш герой и даже не думал изменять присяги бойцам, с которыми был рядом. 26 июня 1942 года, сломив последнее сопротивление оставшихся в строю защитников под землей и взяв в плен 40 раненых, противник захватывает 30-ю бронебашенную батарею, обороной которой командовал уже комиссар Ларин, чья судьба с этого момента неизвестна. Причем хоронить наших бойцов противник не дал, это сделали только в 1944 году после освобождения. А в первых числах июля пала Севастополь, в плен попало около 70 тысяч защитников, многие были ранены. В завершение хочу добавить, что с октября этого года посетить 30-ю бронебашенную батарею, ставшей Брестской крепостью Севастополя и осмотреть все помещения, в которых шли бои, а также ознакомиться с бытом гарнизона может каждый. В перспективе планируется, что во время экскурсии будут переводиться в движение орудия и башни, а также показываться наглядно, как они заряжались, так как все исправно. Кстати, башни после войны поменяли на трехствольные, но все остальное по сути хранит память о тех днях 1942 года. Также, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить работников музея и в частности Александра Ильича за шикарную экскурсию для моей семьи. Вы сделали и делаете много для сохранения памяти о подвиге советского народа. Спасибо вам! А на этом у меня все. Всем зрителям спасибо за внимание! До скорых встреч! До свидания!